Нажимаем, окей. Две мили до чего-то. Ехали, ехали. В Майлсах еще чуть-чуть. В Майлсах 03. Приехали. Приехали в красивое место, которое практически находится в городе Ноттингем. Место это называется. Уоллотон холл. Как всегда, перед тем, как начать прогулку по этому чудесному месту, надо кофе попить. Давненько я здесь не был. Вспомнил, как здесь я был 3 мая 15-го года. Тогда на этом месте проходила реконструкция сражения наполеоновской эпохи. По сути, репетиция перед поездкой на 200-летний юбилей битвы под Ватерлоо – чудесные воспоминания. Песня. 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 продается немного похоже на антиквариат древняя водоколонка индустриальный музей громкое название но мы туда не пойдем еще один сувенирный магазин агнецик и и и и и и Какие высокие двери? Это для того, чтобы всадник верхом на лошади смог без труда выезжать из конюшни. Красивые часы, ибо рельеф на входе в бывшие конюшни. Флюгер показывает направление ветра. Дорога вымощена кирпичом, а не булыжником. Довольно интересно. Не помню, видел ли я еще где-то такую кирпичную дорогу. Ссылка на веб-сайт Уалатон Холла будет под видео. Или QR-код на экране. Холл или дворец. Как правильно его назвать? Был построен в конце 16 века. Уалатон Холл был домом для промышленников-баронов. В строительстве были задействованы зодчие с юга Европы, по большей части из Италии. В связи с чем в архитектуре здания то тут, то там можно заметить мелкие штрихи, характерные для итальянского ренессанса. Мастера-каменщики и некоторые скульптуры были привезены из Италии, включая декоративные кольца для швартовки гондол, вырезанные в камни на внешних стенах. В конце 19 века хозяева покинули Уалатон Холл, так как к этому времени Нотчингем стал слишком задымленным городом. В 1925 году зал был куплен городским советом Нотчингема и открыт как музей. Чудесно выполненный потолок. Это орган. Вееры из мушкетов. Неплохие картины. Пойдем дальше? Любопытно все посмотреть. Музей естественной истории. С момента открытия в 1926 году Уалатон Холл стал домом для музея естественной истории города. Птица-дуду. 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 О, какой корж. Орел. Много пернатых. Птица-китоглав или королевская цапля обитает в тропических болотах Африки. В этом музее примерно 750 тысяч разных чучел животных, птиц и других существ. Интересно посмотреть. Но больше всего мне хочется посмотреть на рыб. Ходим, смотрим, как будто мы орнитологи-любители. Или любители таксидермии. Таксидермист. Это чучельник, если на понятном языке сказать. К сожалению, в конце 18-го столетия тут произошел крупный пожар, полностью уничтоживший все интерьеры дворца. Спасти удалось лишь старинный орган 17-го века. Эта лестница, видимо, не пострадала от пожара. Прекрасные фрески на стенах и потолке. Прекрасные фрески на стенах и потолке. Есть одна история про этот холл. Это, возможно, выдуманная не так давно история о привидении дворца. В 18-м веке тут жила молодая девушка лет 16-ти. Она была упрямой и сумасбродкой. Ее родители, бароны, решили устроить смотрины для дочери. Организовали бал с множеством приглашенных потенциальных женихов для своей дочери. Но дочка была такой упрямой, что воспротивилась всему этому. В длинном платье выбежала на лестницу. Запуталась в своем бальном платье. Споткнулась. Покатилась по лестнице. Вообщем, все кончилось печально. Девушка больше не смогла ходить. Видимо, повредила позвоночник. До конца жизни осталась прикованной к кровати. Не так давно кто-то из смотрителей холла рассказал, что видел привидение злой девушки в бальном платье. Вполне возможно, что это полная выдумка. Чтобы в будущем привлечь больше туристов в Уолотон-холл. Он назурит в средние века для художников. Очень трудно было добыть синюю краску. Синяя краска. Она столько стоила, сколько и золото. Один к одному. Назурит. Может быть, с этой лестницы эта девушка упала? И потом привезением стало в этом замке. Ну, в холле. Ну вот и рыбы. Любопытно посмотреть. Шуки здоровые такие. Длинная рыбка одну же съела. Какая кропотливая работа. Из такой рыбины сделать чучело. Щуки. Налим и лосось. В английские речки лосось заходит на нерест. Форель. Какая огромная. Лещи и подлещики. Зеркальные карпы и полосатые окуни. Барбер или усач по-русски. Самая популярная рыба у английских рыбаков-любителей. Вот еще разная сушеная рыба. Вверху в рамке платва. Как она хороша к пиву. Здесь написано о первом таксирдермисте Уолотона. Лине Уайлде. Тут еще одна интересная выставка проходит. Все микроскопические экспонаты можно рассмотреть только в микроскоп. Потому что они установлены в игольном ушке. Автор этих произведений Виллард Фиган. Мастер микроминиатюры из Бирмингема. Для создания своей работы он использовал тринокулярный стереомикроскоп. Размер микроскульптуры не превышает 1 мм. В этой комнате представлены вещи, которые сохранились от старых владельцев Уолотон-Холла. После того, как они покинули этот прекрасный дом-усадьбу, английский мушкет фирмы Броун. Бес. Начало 19 века. В шкафу какие-то древние настойки. Потайной туалет. Тут еще какие-то древние кости и окаменелости. Кто-то свои рога потерял. Это сколько нужно было разной живности перебить? А сколько надо было потратить времени, чтобы сделать из них столько много чучел? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пора выходить из здания. Рядом с холлом зимний сад или оранжерея, вечно закрытая от глаз любопытных, таких как мы. Ну что там, закрыто? Я не знаю, ну попробуйте, может быть, она просто в петербурге. Там вот такая дверь, что если дернуть, она выводит. Клумбы в виде наградных крестов. Использовал момент и полетал на своем дроне над этой местностью. Отдельное видео сделал. Ссылка на полет над этим поместьем будет под этим видео. В 2008 году здесь проходил концерт с участием таких групп, как Madness, Pet Shop Boys, Блонди и многих других. В 2011 и 2012 году тут снимали очередной фильм о Бэтмене. Темный рыцарь. Возрождение легенды. Хочется оленей посмотреть. Они почти ручные и не боятся людей. Людям рекомендуется все-таки не подходить к ним слишком близко. Если понравилось или не понравилось мое видео, ставьте лайки или дизлайки к этому видео. Подписывайтесь, пожалуйста, кто не подписался на мой канал. Задавайте вопросы и пишите комментарии, пожалуйста. Или нафиг забейте на все это. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!